Детская киноакадемия Руководители образовательных направлений и сами сменовцы делятся успехами. Походы, соревнования по скалолазанию и занятия с альпинистским снаряжением. После двух недель в смене юноши и девушки направления туризм могут смело называть себя продвинутыми туристами. Итог работы направления «Туристический маршрут» – знания в картографии и три новых маршрута по территории Всероссийского детского центра «Смена». Я сюда приехала с какими-то знаниями, еще очень много всего узнала, мне очень много рассказали, была практика, теория, это было очень интересно. Программы по развитию детского туризма в регионах – проблемы и пути решения. Участники направления программы туризма подарили руководству детского центра сборники работ, написанных в смене. А девушки с направления «Экокультура» рассказали сменовцам о проекте, который занял призовое место на итоговой защите. Моя команда разработала проект по созданию экологической станции. Пока коллеги с фестиваля «Свежий ветер» писали научные статьи и проекты, они придумывали легенды и мифы о смене. Такой подарок для будущих сменовцев оставят участники направления брендинг территорий. Директор Всероссийского детского центра Евгений Нижник вручает подарки самым активным участникам туристко-экологического фестиваля. Мы специально закладывали возможность, чтобы мифы и легенды, которые мы сочиняли, и интересные заметки, и те маршруты, которые мы создавали, чтобы они жили много-много лет. И следующие ребята, а это тысячи ребят, приезжая сюда, понимали о том, что они ходят теми тропинками, которые создали вы. Вела экскурсии в этом лагере по аллее российской славы, написали мы легенды, мифы, это было незабываемо, это просто потрясающе, я очень рада, я даже не хочу отсюда уезжать. Короткометражное кино, мультипликация, буктрейлеры, ТВ и радио. Зимняя детская киноакадемия – это четыре тематических направления, 13 факультетов, мастер-классы и встречи с известными деятелями кинематографа. Хочу сказать всему факультету буктрейлера, что кто бы не выиграл из вас, ребята, вы все уже победили, на самом деле, потому что вы дошли до конца, каждый сделал свою работу на пятерку с плюсом. За две недели юные киноакадемики сняли четыре буктрейлера к известным книгам. Статуэтку за лучшую работу увозит режиссер буктрейлера по повести «Четвертая высота» Елизавета Айнулина. Я чувствую, не знаю, такую большую радость, потому что я весь день волновалась, думала, выиграю, не выиграю, все гадала, и меня все успокаивали. Но все, слава богу, прошло успешно, и я очень рада, и мы все очень рады всей командой. Лучшим ТВ-сюжетом эксперты признали факультет анимации. Это работа Полины Ладочкиной, Елизаветы Пивкиной и Александра Скоробогатова. Я теперь знаю, уезжая отсюда, я знаю точно, будущие журналистики, наши российские журналистики в надежных руках. Смена растет. Призы от компании «Олимпус» – фотоаппараты. В номинации за лучшую репортажную фотографию съемки фильма «Камерой Олимпус» получил Павел Жокин из города Торжок. В номинации за лучшую операторскую работу «Камерой Олимпус» – Иван Лагунов. Еще один фотоаппарат «Олимпус» подарен для всех юных участников киноакадемии для создания детских и молодежных фильмов. Это камера, экшен, которую можно добить, бросать. Ее можно положить под автомобиль, и она управляется по Wi-Fi. В номинации «Анимация» заслуженную статуэтку киноакадемии получает пластилиновый мультфильм «Вопросы наизнанку». Мы видели разные работы, и все они были классные. Я поздравляю вас, что вы достигли таких успехов за столь непродолжительное время. В номинации «Короткометражные фильмы» представлено 16 работ. Призы кинокомпании победителю вручает заслуженный артист России Михаил Багдасаров. Итак, лучшая короткометражка, прочитайте вместе со мной. По мнению жюри, этот фильм стал лучшим на конкурсном показе. Неподдельные эмоции и слезы радости – это прорежиссера фильма «Фокус» Дарью Рожок. Я хочу сказать спасибо всей моей съемочной группе. Ребята, это наша победа. Кино, это искусство коллективное, это наше общее. Я бы хотела сказать большое спасибо нашим вожатым. Вы нас поддерживали на протяжении создания всего фильма. Спасибо вам. Даже несмотря на присутствие у наставника, это детское творчество, и оно абсолютно хорошее. То, что у ребят даже были, они с собой привезли слайдер, у них с собой был стедикам и так далее. То есть это во многом говорит, такой серьезный подход, даже с детской точки зрения. Кинокомпания «Корпорация Русская Фильмгруппа» с Алексеем Петрухиным поддерживает проект киноакадемии для детей и молодежи в ВДТ-смена. В финале юные киноакадемики услышали профессиональную оценку и советы каждому фильму. Этот фильм получился лучше. Эта картина, конечно же, за зеркалом, ребят. Поэтому всю команду, всю команду мы сделаем себе на студию для работы над большой картиной. Ребята, молодцы. Даряйте, так продолжайте все. И увидимся в смене на летние киноакадемии. Юные режиссеры и продюсеры, актеры и операторы, сценаристы и монтажеры. Каждый участник команды фильма «За зеркалом» приглашается для работы в съемках полнометражного фильма «Корпорации Русская Фильмгруппа». Каждый из вас получает возможность участвовать в настоящих съемках, работать в разных цехах. И дорога, и проживание. Все это будет благодаря «Корпорации Русская Фильмг» обеспечено. Вы рады? Супер! Аплодисменты! А сюрпризы продолжаются. Поработать в проекте Алексея Петрухина смогут еще двое участников зимней детской киноакадемии. В номинации «Лучший актер» побеждает участник фильма «Честное слово» Артем Бондаренко. А диплом за лучшую женскую роль уходит режиссеру короткометражного фильма «Море» Ирине Симоновой. Я вначале выиграла питчинг и думала, что пройдет именно идея. На свои актерские данные я вообще не рассчитывала, но ходила в этот момент на актерский факультет к Наталье Каточниковой. Очень рада, что попала и надеюсь, что мне это помогло. Просто счастлива, что победила. Еще пока прихожу в себя, не в шоке. Профессиональный опыт, новые проекты. Каждый ребенок влюблен в центр смены и его атмосферу творчества, дружбы и любви.